Змея небосвода Они сгруппированы и громоздятся в нем, как горы над горами, без счета И они поставлены над делами жителей мира, которые скрыты Скопление звезд, то, что мы называем галактиками всевозможными Миллиарды галактик А почему Млечный Путь это змеи? Ну, так похож, допустим На самом деле, потому что звезды, они символизируют нам небесные силы То есть не небесные этого мира, а высшие силы Высшие силы, они как бы сверху определяют наш земной путь И так как бы звезды определяют наш земной путь Так аллегорически красиво То есть вот эта наука звездочетов Ну, конечно, да Это наука? Ну, кое-что можно узнать, да А, кое-что можно узнать? Ну, конечно, вполне На уровне жизни, на уровне материи Конечно, да Вполне, вполне Гадалки, прорицатели Это все могут тебе рассказать Но дело в том, что они тебе все расскажут только в рамках нашего мира Выше нашего мира они не могут тебе ничего сказать Угу Если я привлекаю на себя силы, скажем, визор Выше, то тогда тоже Я могу поменять Конечно То есть могу даже поменять историю своей жизни? Абсолютно Абсолютно Я так думал до этого, что как бы мизансцена не меняется, меняется отношение А, ощущение твое меняется, это меняется мизансцена Или ты стоишь под дулами автоматов там Или на тебя нападают бандиты Это мизансцена или нет? Да Ну, или ты сидишь спокойно на лужайке, пьешь кофе, наслаждаешься пением птиц Мизансцена другая или нет? Другая, конечно Ну, так вот и все Это зависит от твоего выбора От того, как внутренне я поменяю себя Конечно, театр Внешний театр зависит, конечно Внешняя обстановка Это очень здорово Конечно Уготовлено, соответственно, внутреннее и внешнее твое состояние Или в добром пути, или в злом Смотря что ты выбираешь Или тебя толкать палкой к счастью Или ты сам к нему устремишься Почитаем дальше Подобно этому, сколько соединений светов Столько соединений светов клепот вышли в мир от этого высшего первого змея Которым был соблазнен Адам И все они поставлены делами мира Находящегося в сокрытии Дело в том, что Млечный путь Он не зря так называется Млечный путь Это путь, который определен нам Свыше Нашей судьбой Предопределением высшим То есть, если ты будешь двигаться Не включая в себя Свои усилия То ты будешь двигаться Как бы млечным путем От начала и до конца По пути этого змея И он всегда тебе будет Хорошенечко прессовать И все равно двигать к цели Потому что он является ангелом Творца Его управляющей силой Если ты берешь это на себя Тогда ты выше этого млечного пути Выше звезд Тогда ты поднимаешься Совершенно на другой уровень И ты сам для себя определяешь Каким образом ты должен идти Тогда все небеса Ничего тебе не могут раскрыть Они раскрывают тебе карту твоей жизни Если ты в ней не участвуешь А подневольно Но если ты желаешь подняться Над этими силами То ты сам пишешь свою жизнь На небесах А вот говорят Что написано Что раньше змей У него были ноги То есть это нечто подобное Похоже на бронтозавров Там всяких динозавров Ну это имеется ввиду Что у него Как сказать У него У этого нашего эгоизма Была возможность Самостоятельного существования А после того Как человек его выбрал в себя Этот эгоизм То есть это было Как бы отдельное в нас Качество А после того Как оно впиталось в нас И перемешалось С нашими остальными качествами Оно лишилось Этих конечностей И оно уже существует Внутри всех наших Мыслей, сил Действий, решений И поэтому Он самостоятельно Как бы уже не существует Этот змей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok